Дорогие братья и сестры, продолжаем наши уроки, посвященные вопросам идеологии. На прошлых занятиях мы разобрали вступительные вопросы, необходимые для изучения атрибутов. Мы говорили о том, возможно ли познание Бога, возможно ли познание атрибутов Бога. И мы ответили на этот вопрос, разобрали данный вопрос и увидели, что с точки зрения непорочного семейства пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи и алейхи и салям, является то, что познание Бога, познание атрибутов не только возможно, но и необходимо, является обязательным для верующего, для мусульманина. Но с другой стороны, объять своим знанием атрибуты Бога, объять своим знанием Бога, познать Бога полностью и познать Его таким, каков Он есть, невозможно. Невозможно. Он, Бог единый, безграничный, а мы творения ограничены. А ограниченное не может постичь безграничное, не может объять собой безграничное. Поэтому познание Бога в какой-то мере возможно. Но объять Бога, объять Его своим знанием не представляется возможным. Это первый вопрос, который мы разобрали на одном из предыдущих занятий. И на последнем занятии мы говорили о том, какими путями представляется возможным познание Бога. Здесь мы имели несколько точек зрения, первая из которых утверждает о том, что Бога можно познать только через откровение, через священный Коран, или же предание от Его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи и алейхи и салям, и Его непорочного семейства. Другая точка зрения гласит, что нет, Бога можно познать помимо откровения, также и разумом. Разум также является источником познания Бога. И мы говорили о том, что согласно разуму, согласно откровению, вторая точка зрения является истиной. То есть, Бога можно познать не только через откровение, но и через разум. Даже более того, необходимо помнить, что источником достоверности, источником надежности откровения является именно разум. Именно через разум мы подтверждаем достоверность и надежность откровения. То есть, когда посланник или пророк приносит нам божественную книгу, учение, то только разум способен определить, только через разум мы можем определить, правдив ли этот человек или нет. На самом деле является лже-пророком, лже-посланником. И как же в таком случае мы можем ограничить роль разума в познании Бога? Как мы можем ограничить его и оставить только откровение? Ни в коем случае и разум, и откровение взаимодополняют друг друга. Оба играют определенную роль в познании Бога, в познании атрибутов Бога. С сегодняшнего дня мы приступим к изучению атрибутов Бога. И прежде всего нам необходимо ознакомиться с разновидностями атрибутов Бога. Итак, атрибуты Бога в первую очередь делятся на утверждаемые и отрицаемые. Утверждаемые атрибуты – это те атрибуты, которые мы приписываем Богу, которые утверждаются относительно Бога. Например, такой атрибут, как знание. Мы говорим «Бог знающий». Отрицаемые атрибуты – это атрибуты, которые отрицаются. Эти атрибуты являются атрибутами недостатка, атрибутами нужды. Эти атрибуты являются особенностями возможного бытия, то есть являются особенностями творений и не присущи Богу, так как свидетельствуют о нужде, зависимости, ограниченности и так далее. Именно поэтому эти атрибуты отрицаются относительно Бога. Например, такой атрибут, как сложность. Бог не является сложным, он не состоит из частей. Он не является совокупностью чего-либо, каких-либо частей или каких-либо вещей. Например, человеческое тело является сложным, он состоит из разных частей тела, как минимум. А современная наука также подтвердила, что человеческое тело состоит из множества молекул, атомов и множества других, более мельчайших частиц. Таким образом, человеческое тело является сложным. Но Бог не таков, Бог не является сложным и не состоит ни из чего, он не сложен. Или же другой атрибут – соучастник, наличие соучастника. Мы говорим, что Бог не имеет соучастника. Или же говорим, у Бога нет подобного. Подобие Богу – это атрибут, который является отрицаемым атрибутом, так как свидетельствует об ограниченности, свидетельствует о нужде. Мы говорим, у Бога нет детей, у Бога нет спутника, спутницы. Бог не является телесным. Телесность – еще один атрибут, который является отрицаемым. Мы говорим, что Бог этого атрибута лишен. Или же пространство, или же время. Эти атрибуты – ограниченность пространством, ограниченность временем – эти атрибуты, которые отрицаемые, то есть не присущие Богу. Итак, атрибуты Бога в первую очередь делятся на утверждаемые и отрицаемые. Отрицаемые мы разобрали, что это атрибуты недостатка, атрибуты нужды. Что касается атрибутов утверждаемых, то не все они одинаковые. Между утверждаемыми атрибутами имеется определенная разница. И для того, чтобы разобраться, какие утверждаемые атрибуты имеются у Бога, и какая между ними разница, нам необходимо поделить утверждаемые атрибуты в первую очередь на самостные атрибуты, атрибуты сути Бога и атрибуты действий Бога. Итак, чем эти атрибуты между собой отличаются? Прежде всего, необходимо заметить, что атрибуты сути, атрибуты самости – это атрибуты, которые являются атрибутами совершенства. То есть они свидетельствуют о совершенстве того, чьими атрибутами они являются, чьими именами они являются. Именно поэтому их называют кемалия, то есть совершенство, атрибутами совершенства. В отличие от атрибутов действия, атрибуты действия таковыми не являются. Атрибуты действия – это те атрибуты, которые ни в коем случае не являются совершенством. Они не говорят о совершенстве или о какой-то совершенной стороне того, чьим атрибутом они являются. Их принято также называть, помимо названия атрибута действия, их также принято называть атрибутами джамалия, то есть атрибутами красоты. Так как считается, что в глазах других эти атрибуты придают владельцу, тому, кто обладает этими атрибутами, придают определенную красоту. Это основное отличие между атрибутами самости и атрибутами действия. То есть атрибуты действия – это те атрибуты, которые не являются совершенством. Будь они у кого-либо или не будь этих атрибутов у кого-либо, он не теряет ничего и не приобретает ничего. То есть если Бог обладает атрибутами действия, то это не говорит о том, что он обладает какими-то качествами совершенства. То есть само по себе наличие этого атрибута не является совершенством. Или же отсутствие этого атрибута не свидетельствует о недостатке Бога, не свидетельствует о том, что Бог чем-то обделен, чего-то не имеет. Это основное отличие. Имеются другие отличия, имеются определения, имеются разъяснения этих двух понятий, этих двух видов самосного атрибута и атрибута действия, о которых мы с позволения Бога поговорим на следующих наших занятиях. А на сегодня я с вами прощаюсь. Ва-саламу алейкум, ва-рахмату Аллахи, ва-баракяту.